Ну и проблема дефицита сжиженного газа в Казахстане в ближайшее время не решится. Об этом сообщил министр энергетики. По его словам, потребление автогаза выросло с начала года на 25%, достигнув 250 тысяч тонн в месяц. При таком раскладе республика может столкнуться с непокрываемым дефицитом топлива. Как ведомство будет решать проблему, узнавала Бота Ибрагимова. Низкая стоимость – главная причина дефицита газа. Она-то и повлекла массовый переход автомобилистов на этот вид топлива. Так объясняет сложившийся дефицит глава Минэнерго. Алмаз Адам Садкалиев отметил, что в Казахстане ежегодно производят порядка полутора миллиона тонн топлива. И это никак не покрывает потребность рынка. Но у ведомства есть ряд экстренных мер для решения проблемы. Но будет какой-то период, возможно, в который мы будем вынуждены импортировать сжиженный нефтяной газ. И это будут уже совсем другие цены, то есть и цены будут сравнимы с ценами на бензин. Мы планируем ряд мер предпринять, то есть мы уже запретили экспорт полностью сжиженного нефтяного газа, чтобы развернуть на внутренний рынок. Эксперты предупреждают, нехватка газа приведет к спросу на бензин ходовой марки АИ-92. И через какое-то время он также будет в дефиците. В итоге эта участь постигнет все виды топлива. Кроме того, сжиженный газ и его дефицит приведет к повышению цен на бензин, потому что будущий рост спроса будет ориентирован на 92-й бензин. 95-й, вероятнее всего, будет меньше производиться в Казахстане, его будут больше импортировать из России, соответственно, он будет стоить дороже. По сути, автовладельцы, которые потребляют 95-й бензин, будут субсидировать потребителей сжиженного газа и 92-го бензина. Глава Минэнерго отметил, что повышение стоимости будет идти плавно в течение пяти лет. Но роста цен все равно не избежать. Поэтому Алмаз Адам Садкалиев рекомендует казахстанским владельцам авто не переходить на газ. И министерство даже хочет инициировать запрет и ужесточить нормы перевода авто на газ. У нас резко выросло потребление сжиженного нефтяного газа в стране, связанное с переоборудованием автомобилей. Зачастую полукустарным способом, массовым. То есть изначально баланс, который исходит из производства сжиженного нефтяного газа, вырос на 25% за 9 месяцев. И нам приходится изыскивать дополнительные объемы. Мы провели переговоры с компанией ТШО. Они дополнительно 10 тысяч тонн в месяц поставили на внутренний рынок. Мы полностью все объемы казмона и газа развернули на внутренний рынок. За счет этого мы балансируем. И все же глава Минэнерго заявляет, что пока дефицита нет. Эксперты с этим утверждением не согласны. Они заверяют, нехватка топлива началась еще летом. А производство сырья на внутреннем рынке только падает. Поэтому специалисты отрасли считают, что никакие меры уже не спасут ситуацию. И вопрос нехватки газа придется решать через импорт из России. Автогаз у соседей стоит в среднем 140-150 тенге. Учитывая курс рубля, в Казахстане цена может доходить до 180 тенге.